Всем привет! На днях мне принесли очередной системный блок, после сборки которого пришлось столкнуться с довольно интересной проблемой. В ходе его запуска на начальном этапе инсталляции операционной системы, в данном случае десятки, при выборе накопителя или же далее на этапе установки операционной системы появляется ошибка, Windows не удалось форматировать раздел на диске. Прежде всего, запустив системник, я решил перейти в настройки BIOS материнской платы, нажав для этого DEL согласно подсказке. Затем, перейдя в представленный пункт меню, попробую выключить функцию CSM, позволяющую установить более старую операционную систему. Хочу заметить, что для Windows вышедшие раньше десятки, возможно нужно будет сделать наоборот, а также актуальным может быть переключение UEFI в Legacy. Внеся изменения, нажимаю на клавишу F10, тем самым сохраняю их и выхожу из BIOS. После вышеописанных действий, снова запустив установку Windows и дойдя до этапа выбора диска, удаляю разделы на накопители от предыдущей попытки инсталляции. При этом, имеющаяся на них информация будет удалена. Если она для вас важна, рекомендую заранее ее сохранить, например, на внешний хард. Затем, при нажатии далее, в очередной раз появилась ошибка, правда немного с другим кодом, но все же содержащая ту же суть. Следуя совету указанному в сообщении, из системного блока я извлек имеющийся в нем единственный накопитель, и это SSD-шка Crucial емкостью 240 гигабайт. Проверим ее, подключив к другому компьютеру, воспользовавшись переходником с USB на SATA. Рабочее состояние выясним с помощью CrystalDiskInfo. Запустив данную программу, видим, что накопитель абсолютно исправен. Причем, он новый, что подтверждается общим временем работы, составляющим всего 1 час. В таком случае, одной из причин сложившейся проблемы может быть SATA кабель. Попробуем его заменить на представленный и посмотрим, что из этого выйдет. Установив его и вновь дойдя до этапа выбора диска, на который следует развернуть систему, оставляю здесь все как есть и нажимаю далее. После нескольких секунд волнительного ожидания, на этот раз инсталляция пошла. Таким образом, в моем случае, ошибки неудавшегося форматирования раздела на диске и установки Windows были связаны с неисправным SATA кабелем. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует...